Русские новости 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 По решению суда, поскольку деятельность вот этих ставропольских прохиндеев, которых сюда прислали за государственный счет, была крайне непрофессиональной, они не подготовили для суда соответствующих документов. Я думаю, что и в других судах, и в других случаях документы готовятся крайне непрофессионально. Собственно, задержание все эти незаконные, и те лица, которые их допустили, должны быть привлечены к ответственности. К сожалению, суды у нас действуют в угоду начальству и политически ангажированы целиком и полностью. Поэтому будущая русская власть эти суды должна ликвидировать, утвердить совершенно другую судебную систему, в том числе и определить суды как народные, а сейчас они полностью антинародные. В Новороссии развернулись тяжелые бои. С обеих сторон гибнут русские люди. Война становится настолько ожесточенной, что в сеть начали выкладывать ролики с издевательствами над пленными и кадры убитых солдат, разорванные в клочья телами. К сожалению, некоторые командиры ополчения теряют человеческое лицо, уподобляясь порошенковским карателям, которые по приказу готовы обстреливать жилые кварталы городов. Массовое разрушение и гибель граждан в результате обстрелов произошло в Донецке и в Горловке. Затягивание войны выгодно как киевским, так и московским олигархам, списывающим организованный ими кризис на внешние факторы, в частности на войну. Руководство ЛНР и ДНР зачастую идет на поводу у проходимцев, которые меняют их послушность на оружие и гуманитарную помощь. К успехам Новороссии следует отнести операцию по захлопыванию дебальцевского котла, где в окружении оказалось около 8 тысяч порошенковских боевиков. Нарастающий хаос в так называемых вооруженных силах Украины обещает развал сопротивления в этой части оккупационных сил, присланных в Донбасс, Киевом. Также началось наступление на Мариуполь. Началось с гибели мирных граждан. Около 30 человек погибло под обстрелом системы залпового огня. Несколько десятков ранены. Наблюдатели ОБСЕ мгновенно сделали вывод, что обстрел осуществлен ополченцами. Пропаганда Укра-СМИ объявила, что это месть сепаратистов за поддержку населения Мариуполя и единства Украины. Хотя жители Мариуполя такой поддержки никогда не высказывали, напротив сопротивлялись украинизации города и противостояли бандитам вооруженных сил Украины с оружием в руках. Очевидцы указывают, что гул ракет слышался с востока и северо-запада, а не со стороны фронта. Подобные провокации уже проводились киевскими властями, в частности с подрывом пассажирского автобуса противопехотной миной, с указанием на вину ополченцев, которые якобы обстреляли автобус из Града. Поэтому мы делаем вывод, что это очередная провокация, жестокая, с массовой гибелью людей, которая организована Порошенко и его бандитской группировкой. Разоблачая гнусность киевских властей, мы не должны тем самым становиться на сторону Кремлиди. Поскольку ее гнусность нам хорошо известна, а в этой войне она может только усугубиться. Для ополченцев кремлевское руководство так и не представило никакого статуса. Семьи погибших и получившие ранения не получают поддержки. По свидетельствам из соцсетей, на безымянном кладбище под Ростовом масса свежих могил с табличками «хирургические отходы». Также власти инспирируют псевдопатриотические мероприятия, призванные оправдать все, что делает Кремля. Так, 24 января в Воркуте состоялся автопробег под лозунгом «Россию на колени не поставить». Поводом для акции автолюбителей служил заявление президента США Барака Обамы о разорванной в клочья экономике нашей страны. Обама лишь констатировал факт, больше ничего. А воркутинские автомобилисты, поднявшие государственные триколоры над шикарными иномарками, явно действовали по указке властей. Я предлагаю русским людям никогда не участвовать в таких акциях официозного патриотизма, потому что они только позорят нашу страну и к русским людям не имеют никакого отношения. Это заказные мероприятия, отвратительные по своему замыслу и имитационные по своему содержанию. Власти постоянно создают противозаконные препятствия для общественной активности и публичного обсуждения насущных проблем. Так в Санкт-Петербурге сорван политбой между русским националистом Николаем Бондариком и либералами, сочувствующими режиму Порошенко. Кафе «Старый город» было закрыто вовремя направленными туда сотрудниками ОБЭП. Организаторам дебатов теперь приходится применять мир конспирации, чтобы избежать прессинга властей. Ждем дебатов в видеоэфире, в свободной еще сети интернет. По распоряжению Путина нынешний год объявлен в Российской Федерации годом литературы. И на литературу выделено 300 миллионов рублей. Эти деньги лягут в карманы придворным публицистам, как мы уже не раз проходили. В этом нет сомнений. Литературу кремлет ненавидит с детства, поэтому изъясняется между собой на блатном наречии, а на публику с трудом подбирает слова, калеча русский язык. Прекрасно известно, что разрушение образования привело к тому, что толстые литературные журналы потеряли своего читателя. Теперь власти отказываются даже от поддержки этих журналов, чтобы они могли поступать в библиотеки. Тиражи упали до имитационных. И теперь журнал «Москва», много лет публиковавший лучших русских писателей, а в былые годы произведения, которые потом стали классикой, находятся на грани закрытия. Редакция журнала обратилась в Министерство культуры, но оттуда ответили, что не имеют полномочий для поддержки изданий. Что подтверждает, Минкульт создан не для поддержки культуры, а для чего-то другого, может быть, противоположного. Поэтому в ближайшее время погибнут те центры литературного творчества, где оно еще теплится. Журналы «Москва», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Наш современник», «Молодая гвардия». Зато Минкультура будет спонсировать всякую мерзость, которая к культуре не имеет никакого отношения. Ну и, кстати, гибель библиотеки общественных наук, уничтожение огромного количества печатных материалов говорит о том же. Кто-то предпринимает активные усилия, чтобы в России научная и творческая мысль окончательно замерла и была уничтожена. Я думаю, что сожжение библиотеки является своего рода ритуальным актом. Мы должны понимать, что это не случайность, что эти действия целенаправлены. Финансирование Министерством культуры всякой мерзости и организация такого рода пожаров в книжных хранилищах, которые являются национальным достоянием страны. Власти нас порадовали ослаблением ответственности полиции за творимые ею преступления. А полиция, напомним, у нас является крупнейшей организованной преступной группировкой. Так вот, если члены такой ОПГ все-таки понесли ответственность за свои деяния, они снова могут вернуться к прежней деятельности. Домский комитет по безопасности одобрил ко второму чтению поправки в закон о службе в органах внутренних дел, разрешающей службу полицейским, подвержившимся уголовному преследованию. Теперь к службе в полиции будут допущены те, чьи уголовные дела были прекращены в связи с деятельным раскаянием или амнистией, а сами деяния впоследствии были декриминализированы. И полицейский, обвиняемый в тяжком преступлении, может теперь примириться с потерпевшим, что и будет по новому закону поводом, чтобы восстановиться на службе. Ранее действовал пожизненный запрет на службу в органах правопорядка для бывших уголовников. Но Конституционный суд признал эту норму противоречащей Конституции. Какова Конституция, таков и суд. Каков режим, такие решения у этого суда. Ни такая Конституция, ни такой Конституционный суд, ни такой режим нам совершенно не нужны. Они должны быть, конечно же, устранены, упразднены, потому что они противоречат элементарному здравому смыслу и интересам русского народа. Должны поздравить всех, в связи с кризисом водка подешевела. Это единственное, что у нас дешевеет теперь. И дешевеет, конечно же, по воле правительства. Правительство считает, что мы должны все потреблять в основном водку, чтобы отключить мозги и чтобы не требовать соблюдения своих прав, не бороться за русскую власть, за русское национальное государство. В связи с этим рекомендую всем русским людям просто прекратить пить водку, да, желательно и другие спиртные напитки. Власти Российской Федерации демонстрируют чудесные способности, которые можно было бы назвать антимидас. Легендарный царь Мидас умер от голода, потому что получил свойство обращать в золото все, к чему прикасается. Наши чиновники превращают все, к чему прикасаются, в дерьмо. Экономику они добили окончательно, и теперь она получила мусорную оценку от рейтингового агентства Standard & Poor's. Эта оценка ниже инвестиционного уровня. Глава Минфина Антон Силуанов уже заявил, что Standard & Poor's проявила чрезмерный пессимизм. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение агентства ангажированным. А вот придворные бизнесмены не огорчились. То есть они заявили, что львиная доля инвестиций для них и так от российских властей, а не из-за рубежа. То есть эти люди давно уже живут на куче мусора. Ну и теперь, когда рейтинговое агентство назвало все это кучей мусора, чиновники огорчились. Ну а бизнесменам, которые кормятся, собственно, от того, что должно принадлежать народу, им все равно. Между тем, кризис начал реально убивать людей. Сначала людям сносит рассудок, а потом происходят трагедии. В Благовещенске в офисе Амурского управления Центробанка произошло тройное убийство и самоубийство. Сокращенный сотрудник убил своего начальника и зама выстрелами из Сайги, а затем подорвал себя гранатой. Может быть, это не худший выход для офисного планктона, но нежелательно, чтобы кто-нибудь его повторял. А вот всем остальным жить будет очень трудно. Из Самарской области поступили данные о том, что цены в августе, с августа по декабрь 2014 года, значительно выросли. Капуста, огурцы и перец подорожали, соответственно, на 350, 540, 650 процентов. За тот же период серьезно выросла стоимость гречки на 270 процентов. Выше 50 процентов прибавили в стоимости мясные продукты, мороженая рыба, сыр, сметана, картофель. В январе рост цен продолжился. За 22 дня до 26 процентов подорожали томаты, на 48 процентов огурцы, на 58 процентов морковь, на 85 процентов виноград. Я думаю, что в других областях положение не лучше. В Республике Коми стартует акция «Хлеб бесплатно», которую организуют националисты из организации «Рубеж Севера». Цель акции – накормить нуждающихся жителей хлебом. Счета для поддержки акции на сетевых ресурсах этой организации. Ищите эти счета, помогайте акции своими средствами. Ситуация по областям различная, но что скоро худшие примеры тотального падения уровня жизни будут реализованы по всей стране, сомнений нет. Со столь тупыми властями это и не удивительно. Пример Москвы у нас перед глазами. Лужков в 90-е годы в порядке свободы торговли разрешил создавать вокруг каждой станции метро целый Шанхай из разнокалиберных палаток. Потом все это с боем снес и заставил торговцев купить стандартные боксы, которые потом постепенно замещались павильонами средней величины. После терактов в московском метро Лужков заставил снести почти все эти вполне уже капитальные строения. Теракты были просто предлогом для передела рынка. Освободившаяся территория предоставлялась тем, кто еще раз готов был заплатить, выжимая деньги из карманов потребителей. Наконец пришел Собянин и снова устроил массовый снос торговых павильонов и палаток. В ряде мест, где позволили восстановить торговлю, предприниматели заставили вновь покупать палатки, установленные чиновниками образца. Теперь все это вновь подлежит сносу по воле Собянина. Все эти палатки теперь будут государственными, а за аренду будут драть три шкуры с торговцев-арендаторов, а те, разумеется, с покупателей. Вот такие у нас умные московские власти. В духе тупой еще тупее высказался председатель Госдумы Сергей Нарышкин, который поручил Комитету по международным делам проработать возможность принятия заявления, осуждающего аннексию Германской Демократической Республики Федеральной Республикой Германии в 1989 году. Автором инициативы является депутат Госдумы от КПРФ Николай Иванов. Это примеры того, насколько тупа наша власть и какие глупости от нее исходят. Еще одна такая дичь – позорное выпроваживание делегации Российской Федерации из Парламентской Ассамблеи Совета Европы под смех всего зала. За членство в этой гнусной организации из нашего кармана правительства уже десятилетиями платят более 20 миллионов долларов в год, чтобы никого не представляющие депутаты регулярно совершали свои вояжи по Европе. Теперь эта лавочка закрылась, но деньги, как я понимаю, из государственного бюджета все равно будут поступать в эту Парламентскую Ассамблею Совета Европы, где кроме оскорблений Россия не получает ровным счетом ничего. Кремлевские тупицы создали в Российской Федерации движение «Антимайдан», как будто в России где-то есть свой Майдан. Поручили эту инициативу придворному писателю Николаю Старикову, как его называют Николаю Угоднику, перепахавшему всю русскую историю своими безумными пересказами, который тут же выдвинул впечатляющий лозунг «Защитили Януковича, защити бы Путина». Ну как защитили Януковича, наверное, так и Путина защитят. Ну пусть защищают, ради бога, мы им мешать не будем. Обслуживание Кремля плохо сказывается на интеллекте. Вот что заявил Александр Проханов на днях, известный писатель, в свое время гремевший и выпускающий многие годы газету «Завтра». Я завершил роман о Новороссии, и один из героев там говорит, что когда закончится все это кровопроводительное несчастье, он хотел бы построить храм и расписать его не так, как расписывают канонически. Там Иисус, там Чин, там на западной стене страшный суд, там святые. А расписать его героями и персонажами этой войны, чтобы в этом храме присутствовали все лики лидеров, которые прошли через Новороссию, которые сейчас там и еще будут. На этом храме должны быть портреты и Борода, и Стрелкова, и Черта, и Мрачного, и Захарченко, и легендарного Моторолы. Это бред просто человека, у которого расплавились или размягчились мозги. Но, видимо, от общения с кремлевской администрацией это происходит с каждым. Тупой еще тупее. Они по этому пути идут и выдают на гора такие высказывания. А Рамзан Кадыров призвал россиян, разумеется, россиян, не русских, русские этого человека слушать не станут, объединиться и поверить в свою страну. Нам для организации отдыха не нужна никакая Европа. Не нужна, оказывается. У нас для этого имеются прекрасные природные климатические условия, которые намного лучше европейских, это у них там в Чечне. Только всем необходимо повернуться лицом к своему отечеству, поверить в свою родину. И поехать отдыхать в Чечню, где вам глотку перережут, как перерезали глотки 50 тысячам русских людей, которые оказались по своему несчастью в Чечне в тот период, когда Ельцин просто сдал ее в руки этнобандитам. Ну и таким людям, как Рамзан Кадыров. В том же духе и антикризисный план правительства, одобренный Путиным. Полная беспомощность, кроме сокращения расходов бюджета на 5%, а в этом году на 10, ничего конкретного. Ну и родным банкам триллиончик рублей. А как же без этого? И приватизация. В период 2014-2016 год планируется приватизировать 436 открытых акционерных обществ, принадлежащих государству. 436 из 514. То есть вообще просто раздают государственное имущество. Мы же знаем, какова судьба приватизированных предприятий и за какую цену их приватизируют. Ну что, приватизируют Росспиртпром, Роснано, Объединенную зерновую компанию, Ростелеком, аэропорты Внуково-Шереметьево, Русгидро, Уралвагонзавод, РЖД, Транснефть, Зарубежнефть, Банк ВТБ, Аэрофлот, Сбербанк и Нефтегаз. Мало нам не покажется от такой приватизации. Они готовы на все, лишь бы еще немножко усидеть у власти. А вот как раз родных и близких, которые руководят всем этим хозяйством. Можно сказать, это публичная явка с повинной. Сергей Иванов, глава администрации президента, потребовал исключить госзакупки у родственников и друзей. То есть они теперь как раз и происходят у родственников и друзей. Ну, соответственно, и приватизация пойдет в пользу родственников и друзей. Иванов создал эфир стратегическую информацию о системе. Это все большая семья. Ну, не такая уж большая, небольшая семья, которая грабит большую семью русский народ. Конечно, надо сокращать не бюджет, а армию всех этих тупиц. Начиная с самых верхних этажей власти. И вместе со всеми их родственниками и друзьями. В бизнесе, где угодно. Чтобы на этих властных этажах появились элементарно разумные русские люди, любящие Россию и стремящиеся не к личной и клановой выгоде, а к благу Отечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова